Добрый вечер, уважаемые телезрители! Догадаться, что сегодня, 1 сентября, можно было не заглядывая в календари. Улицы заполнили малыши, ребята постарше, нарядные, красивые, взволнованные. И даже у тех, кто закончил школу давным-давно, все равно было ощущение праздника книг, цветов, друзей и улыбок света. Двери учебных заведений вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. И, конечно, это будет одной из главных тем новостей Таллина, выпуск которых я, Вадим Малышкин, начиная, чтобы рассказать вам обо всем важном, что случилось в городе за этот день. Сегодня в редакции не было дискуссии о том, с чего именно начать выпуск. Дата говорит сама за себя. И наши корреспонденты отправились в разные школы города, чтобы посмотреть на торжественный старт учебного года. И, несмотря на то, что, говоря о школах, мы чаще всего упоминаем проблемы, наши журналисты убедились в том, что сегодня это был настоящий праздник. Тем более, что для некоторых из нас, а также для постоянных участников программы, нынешнее 1 сентября выдалось особенным. Ну вот и наступил сентябрь. И, конечно же, начался он с праздника знаний. По всей стране позвучали первые школьные звонки. С самого утра столичные улицы наполнились школьниками с цветами, идущими на первые торжественные линейки. Этот учебный год в Таллине начнут 48 700 учеников. Впервые же сегодня за парту сели 3860 юных таллинцев. Для этих ребят, впрочем, как и для их родителей, сегодняшний день особенно важный и волнительный. Ведь сегодня они сделали первый шаг на непростом, но очень интересном пути. И наверняка сегодня родители, бабушки и дедушки особенно переживали. Шутка ли? Школа? Первый класс? Мамы поправляли девочкам банты, а мальчиков просили держать цветы красиво. Папы чуть поводок держали фотоаппарат или телефоны на готове, чтобы успеть сделать самые удачные кадры. Классные руководители первоклашек старались сразу же запомнить новые личики, чтобы не перепутать их с ребятами из других классов. Сами же маленькие школьники выглядели очень красиво и с интересом следили за происходящим. Кстати, сегодня впервые отправился в школу сын ведущего новостей Таллина Вадима Малышкина. А также журналист нашей программы Илья Бань в первый раз первый класс привел свою дочь. Пользуясь случаем, мы поздравили коллег и поинтересовались, как именем видят своих детей спустя годы обучения в школе уже в 12 классе. Я думаю, что мы в любом случае будем гордиться им. Думаю, это будет высокий, красивый, образованный молодой человек с большим количеством друзей. Немножко рассеянный, как и сейчас. Кстати, сейчас он хочет стать профессиональным строителем. Ну, посмотрим. К 12 классу, наверное, определиться со своей профессией. Может быть, это действительно будет профессиональный строитель. Сложно сказать, что будет через один год, через два года, но я точно знаю, что через 10 лет Адель будет намного умнее эрудирования, а я буду старее. А если серьезно, то 1 сентября родителям хочется пожелать терпения первоклассникам и первоклассницам, чтобы в течение этих 12 лет тяга к знаниям не пропадала. Всех с праздником. Сегодня приятное волнение испытала и семья вице-мэра столицы Бетины Бешкиной. Первый звонок прозвучал и для их дочери, которая к выбору школы отнеслась со всей серьезностью. Я готова к школе, потому что у меня самая хорошая школа. Самые хорошие учителя. Она сама выбрала эту школу. Когда мы подбирали школы, то было понятно, что в этой школе она действительно хочет учиться. И она не боится. Она чувствует себя там комфортно и защищенно. И это было главное при выборе школы для нас. Особое значение в этом году имеет праздник знаний и для 12-ти классников, которые в последний раз начинают учебный год в школе. Именно поэтому торжественные линейки сегодня начинались совместно у первых классов и 12-х. Есть в этом некий символизм. То, что для кого-то заканчивается, для других только начинается. Не от лица всех тех, кто трудится над созданием программы «Новости Таллина», поздравляем с этим прекрасным праздником всех педагогов, в том числе и дошкольных и высших образовательных учреждений, учеников и родителей. В добрый путь! Я желаю себе успехов, чтобы были у меня только пятерки, чтобы были добрые учителя, чтобы я познакомилась с новыми друзьями и побывать на уроках химии. Школа Святого Иоанна – единственная православная школа с эстонским языком обучения в Эстонии. Свои двери она открыла еще в далеком 2013 году, и все это время она была вынуждена арендовать помещение. Но в августе прошлого года школе удалось построить свое постоянное здание для основной школы, а сегодня это учебное заведение получило еще дополнительный корпус, предназначенный для гимназии. У нас сегодня несколько причин находиться всем вместе. Начинается новый учебный год, и мы его встречаем не только в помещении основной школы, но теперь мы открываем еще и корпус для гимназической ступени. В самой школе учатся примерно 450 ребят. Каждый год добавляются новые первые классы, поэтому разговор о возникновении гимназической ступени в школе был просто вопросом времени. А до этого это была самая настоящая мобильная школа, когда детей прибавлялось и помещения становились тесными, и учебное заведение переезжало на все более просторные арендованные помещения, сначала в старом городе, а затем мустами. Ну а нынешняя постоянная дислокация находится на улице Кивеме. Так что стоит порадоваться, что у одной школы в городе стало одной проблемой меньше. Хотя система образования стараниями правительства сейчас начнет ощущать еще большую нагрузку из-за закона об обучении на государственном языке. Трудно сказать, к чему приведет переход в окончательном варианте, но уже начальные проблемы из-за него растут, и в частности катастрофическая нехватка педагогов, которые должны соответствовать необходимой квалификации. И от этих мыслей, к сожалению, никак не избавится даже 1 сентября. Ни для кого не секрет, что 1 сентября в школу идут не только ребята, но и их родители, и на самом деле и городское управление. Потому что учебный год всегда начинается в достаточно напряженном режиме. Особенно в этом году, когда мы в очередной раз вынуждены констатировать нехватку учителей, не только в Таллине, а по всей Эстонии. Чего греха таить, конечно, ситуация на дорогах доставляет, много дополнительных хлопот, но все же 1 сентября – это праздник. И система образования для Таллина всегда была в приоритете. Это показывают и цифры в бюджете, и наши усилия по созданию современной физической среды для школьников. И я уверен, что сегодня мы должны пожелать всем учителям, ученикам, родителям замечательного учебного года и пообещать, что городские власти приложат все усилия, чтобы этот год был хороший. Нам остается только присоединиться к пожеланиям мэра Михаила Кылварта и также поздравить всех с началом нового учебного года. Сергей Овченков, Андрес Лайгу, новости Таллина. В СУ прорвали линию фронта российских войск. Российское командование осознает опасность прорыва украинских подразделений. Такие сообщения передают некоторые телеграфные агентства. Другие, как и водится во время войны, сообщают о подготовке наступления россиян. Как видится ситуация из Эстонии, насколько опасно для Балтии присутствие ЧВК в Беларуси, ответы на многие вопросы можно было получить на брифинге в Министерстве обороны, где побывал Михаил Владиславлев. Я неоднократно начинал свои репортажи после завершения традиционной пресс-конференции в Министерстве обороны с фразы «на украинском фронте без перемен». Но сегодня сказать это, пожалуй, было бы неправильным. Украинские вооруженные силы добились определенного успеха, и теперь вопрос лишь в том, удастся ли развить этот успех, и перерастет ли он в более крупное наступление. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть об успешной атаке на Псковский военный аэродром. Для того, чтобы не допустить развития наступления на запорожском направлении, вместо прорыва российское командование переместило дополнительные ресурсы из-под лимана и из Бахмута. Эстонский эксперт из Генштаба оценивает такое решение как рискованное, хотя и наиболее быстрое. К тому же оперативные резервы в российской стране заметно уменьшились. Украинцы, в свою очередь, должны использовать тактический успех, чтобы прорвать первый эшелон обороны. Конечно, хотелось бы надеяться, что они смогут это сделать. Такие разведывательные операции и атаки являются обычными приемами, чтобы найти прорехи, через которые можно проникнуть дальше. По состоянию на сегодняшний день выбор села Вербовы оказался очень хорошим, так же, как и продвижение на юге. Похоже, украинцы планируют избежать атак на укрепленные пункты. Если все удастся, то они обрежут логистические пути, и тогда можно будет говорить о значительном успехе. Из-за перемещения российских подразделений на запорожское направление у украинцев могут появиться новые возможности, и главный удар может быть нанесен в другом месте. Россия вынуждена и бороться с атаками дронов Камикадзе в своем тылу, география которых расширяется. Украинские удары по Псковскому аэродрому произошли всего в 32 километрах от эстонской границы. Из-за событий, произошедших по ту сторону границы, наши оценки рисков не изменились. Ситуация та же, на нас нападать никто не собирается. Но мы следим за тем, что происходит у границы и, насколько возможно, за границей. Те разговоры, которые мы слышим от российских блогеров, что атака была нанесена с территории стран Балтии, Эстонии или Латвии, просто пропаганда, которую и читать не стоит. Эстонские и зарубежные эксперты склоняются к тому, что дроны были запущены с территории России, как и сообщила украинская разведка. Потеря четырех транспортных самолетов не может оказать мгновенного влияния на ход боевых действий. Но россияне начинают понимать, что военные действия теперь ведутся не только на территории Украины, и называть их ограниченными становится все сложнее. Ведь это уже совсем другая война. Михаил Владиславов, Петр Улевайн, Новости Таллина. Нигде и никогда не пел сводный русский хор в сопровождении оркестров народных инструментов в составе двух с половиной тысяч певцов и музыкантов, как это было, на поддержанных тогдашними властями праздниках в Нарве в 1937-м и в Печорах в 1939-м годах. В независимой Эстонии эта традиция возродилась, обретя новое название – славянский венок. И наша съемочная группа присутствовала при награждении тех, благодаря кому удался праздник этого года, рассказывает Илья Бань. По воле тогдашних властей в сороковых годах прошлого века все массовые мероприятия, в том числе и русские певческие праздники, были запрещены. И только через 50 лет многие традиции, включая и этот народный фестиваль, были возрождены. В июне 1991 года по инициативе Николая Васильевича Соловья в Таллине был проведен праздник, восстановленный под названием «Праздник песни и танца «Славянский венок». Прошедший в этом году праздник доказал, что культура и сохранение традиций лежат вне политики. У русских людей в Эстонии многовековая история. Это история культуры. Она очень непростая, очень много было сложного, противоречивого и трагического. Но эта история и это неотъемлемая часть нашей общей истории Эстонии. Прошедший в мае этого года 17-й международный праздник песни и танца «Славянский венок» стал особенным, так как был посвящен столетию Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. «Славянский венок» длился 10 дней и завершился грандиозным гала-концертом. Последний такой концерт проходил 6 лет назад, в 2017 году, поскольку в 2020 разразилась пандемия коронавируса. Международный праздник славянской культуры в очередной раз засвидетельствовал свое важное место в культурной жизни Эстонии, обеспечив связь времен и поколений, а также традиции нашей страны. Если мы, допустим, люди славянских национальностей, живущие здесь в Эстонии, сохраняем свою культуру и передаем это культурное наследие своим детям, значит, у нас есть своя идентичность и нам есть чем гордиться. Мне кажется, что это очень важно на самом деле, когда коллективы, с одной стороны, разрознены, мы живем в разных городах, у нас Ида-Вирума, Валга, Тарту, Пярну, практически вся Эстония. И вот хотя бы раз в два-три года мы собираемся все вместе. Нынешнему празднику, несомненно, обрадовались и участники славянского венка, которых насчитывалось около 1400 человек, и зрители, которых только на гала-концерт собралось более 4000. Таллин не мог не отметить более 20 влюбленных в искусство энтузиастов, на чьи плечи легла вся ответственность и тяжелый труд по организации многодневного международного праздника. Среди отмеченных Таллином известный хоровой дирижер, которая, как она говорит, вывела формулу, каким должен быть педагог, готовый прививать нашим детям уважение к культурным традициям всех народов, населяющих Эстонию. Если ты действительно, знаете, огонь в глазах, ты уже сам в этой культуре весь, понимаете, вот ты эту энергетику прям пробивает она, вот тогда она пробьет и зал, и пробьет и тех, кто к тебе пришел заниматься, и ты ему эту энергетику сам отдаешь, понимаете, но я ведь еще от детей много беру. То есть, когда у нас идет этот процесс, я так смотрю, этот вот это, этот вот это, классный, говорит, давай вот так попробуем, давай вот так. И вот оно пошло, 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 это же здорово, вот в этом и есть все вот этот творческий процесс. Десятки выставок, лекций и концертов славянского венка оставили незабываемые воспоминания. А архив, многие материалы которого чудом сохранились еще с 30-х годов, пополнили сотни памятных фотографий и видео. И участники убеждены, что и Таллинн, и Эстония сделают многое и в будущем для дальнейшего развития хорового пения, инструментального и танцевального искусства, а также повышения исполнительского мастерства. И мы продолжим славную историю, начавшуюся в далекие предвоенные годы, на следующих славянских венках. Илья Бань, Вадим Малышкин, Петер Улевайн. Новости Таллина. Таллиннский марафон. Достаточно сказать, что на прошлые соревнования в столицу Эстонии съехались любители спорта из 70 стран мира. Это рекорд. Организаторы масштабного забега сделали выводы из марафонов прошлых лет. Особое внимание тогда было уделено организации дорожного движения. Более тысячи регулировщиков обеспечивали безопасность таллинцев. Наш гость, один из организаторов таллиннского марафона Рихо Ярвилайнен, заглянул в студию, чтобы поделиться деталями будущих состязаний. Рихо, добрый вечер. Добрый вечер. Можно ли как-то описать в двух словах тех людей, которые приезжают на таллиннский марафон? Вот что это за люди, что это за спортсмены? Это любители спорта. Они любят здоровый образ жизни. Они любят путешествоваться, те, которые со рубежа. Их довольно большое количество. Как ты сказал, в этом году ожидаем, может быть, будет рекорд. До сих пор представители 76 стран. Это самое большое количество стран, которые участвовали. Но, может быть, будет и в этом году, может быть, и будет больше. Но в первую очередь все-таки ожидаем участвоваться горожан, таллинцев и жителей Эстонии. Поэтому что нынешний год, 2023 год, в Эстонии – это код движения физкультуры. Первый забег состоится вечером 8 числа в пятницу. Это юношеский забег Найки по улицам Старого города. Потом большой день будет у нас суббота 9 сентября. Утром в 9 часов стартовая площадка у нас будет на Фальгиде, как и в прошлом году. Это рядом с Томпиа, с Пашни Длинный Герман. Это субботу утром. И самая основная масса у нас участников, участниц будет в субботу вечером, когда у нас состоится 10-ти километровка Римии. Там, скорее всего, ожидаем на старт в порядке 10 тысяч участников. Та трасса тоже будет разложена на улицах Пыхятайлин и Кесклин. Так что и там уже вечером, субботу вечером основного напряжения на городское движение не будет. И с учетом всех ремонтных работ, которые идут сейчас в центре города, здесь мероприятие «Таллинский марафон» будет минимально проходить? Мы этим почти касаться не будем. Если только то на территории Каламая. На Каламая я знаю, что в Анагаламая улица уже сегодня открытым станет. Так что там самое малое напряжение. Будут и детские забеги, будут награждения, подарки, поздравления. Да, награждения будет, церемония награждения у нас на площади в Абадусе все. Там очень много будет народа. Это и в пятницу, там и в субботу будет награждение. И самый, может быть, даже важный день. Это воскресенье, марафонная дистанция. Самое большое количество иностранцев участвует. Чемпионат Эстонии. Еще раз. И в этом году у нас будет чемпионат северных стран, полицейских, служащих. Будут участвовать в их чемпионатах. Так что там у нас будут церемонии. Там будет такая ярмарка. Детские забеги, между прочим, на стадионе Шнелли. Они начинаются полдвенадцатого в субботу. Так что ожидаем очень большое количество таких детей-далинцев. Очень много будет и гостей по всей Эстонии, и со рубежа участвоваться на детских забегах. На детские забеги ожидаем детей в возрасте с двух до двенадцати лет. Еще можно зарегистрироваться. И секретарь, еще раз повторяю, у нас будет на площади Вападусе. И откроется уже в четверг. Рихов, где можно посмотреть всю информацию касаемо забегов на Талинского марафона? Йокс.ее. Там как раз сразу увидите по-эстонски Ликлус Коралдус. Нажимайте туда. Там по трассам, то есть марафонная дистанция, полумарафон, десятикилометровка, пятикилометровка. Там есть очень точная и подробная информация. Рихов, спасибо. Удачи всем спортсменам. Не за что. И приходите участвоваться. Спасибо. По преданиям, в Древней Греции на одной высокой скале было начертано напутствие. Если хочешь быть сильным, бегай. Если хочешь быть красивым, бегай. Если хочешь быть умным, бегай. Эти слова сегодня служат руководством к действию для миллионов людей, профессиональных спортсменов и любителей, которые ежегодно участвуют в марафонских забегах, в том числе и Таллинском. И мы от души желаем им удачи. И ждем на старте спортсменов и болельщиков. А мы продолжаем нашу программу. Праздник помидоров проходит в Таллинском ботаническом саду с 1 по 3 сентября. Уже в пятый раз посетителям предлагается окунуться в роскошный, ароматный и пестрый мир томатов. На выставке представлено более 350 сортов томатов. Вкусы помидоров варьируются от кислого до сладкого, от нежного до острого. Основная часть коллекции привезена из Латвии. А сам коллекционер, которого прозвали помидорным королем, с удовольствием раскроет секреты выращивания самых ценных сортов. Сейчас даже не верится, что наши любимые помидорки, без которых просто невозможно представить кухню практически всех народов мира, раньше считались опасными, ядовитыми и в лучшем случае декоративными растениями. Естественные предки томатов происходят из Южной Америки. Сейчас в мире насчитывается примерно 10 тысяч сортов культивируемых помидоров. Ну а на выставке в Таллинском ботаническом саду, которая по праву носит название помидорного праздника, вы сможете увидеть около 350 сортов – красных, малиновых, оранжевых, полосатых, зеленых в виде виноградной грозди, глянцево-блестящих или из сине-черных. Мне уже такое количество людей пишут, пожалуйста, ставьте нам те семена, эти семена. Мы обязательно придем, вот нас это интересует. Огромной популярностью пользуются. Я говорю, что мы этой выставкой вкусно провожаем лето и ярко встречаем осень. Основная часть томатной коллекции прибыла к нам из Латвии вместе с владельцем, большим специалистом в выращивании и селекции помидоров. Более 20 лет назад, когда только появился интернет, Валдис Пулинш решил купить семена экзотических помидоров и вырастить их у себя на родине. Там ссылки на сайты в Америке и в Канаде, оттуда. Потом появился сибирский тигр, который очень-очень разошелся и очень вкусный, и очень популярный. Валдис – автор очень вкусных сортов с поэтичными названиями, например, «Заржавевшая душа» или «Медовая авеню». Но в этом помидорном море нашлось место и маленькому островку с перцами. На этой выставке два дерева перцевых представлены. Несколько будут еще сортов в семенах и несколько будет еще в плодов. Так, вообще, дома на данный момент около 10 сортов, включая самый острый в мире – это Каролина Риппер. Но он, к сожалению, не подготовился к выставке, не успел созреть. Специалисты по выращиванию помидоров, в том числе и заслуженный эксперт Валдис Пулинш, будут на выставке и ответят на все интересующие вас вопросы. Экскурсии на русском языке в субботу и воскресенье. Лентуровская, Петр Улевайн, новости Таллина. С утра мы приготовили плащи и куртки, помня о том, что синоптики пугали нас сегодня дождями и даже давали советы, как вести себя во время грозы. Пока это не сбылось, и никто, похоже, не расстроился, особенно школьники и их родители. А вот что нас ждет в выходные, с которыми у многих связаны большие надежды, сейчас узнаем. Субтитры предстоящей ночью ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем облачно с прояснениями, местами дожди. Ветер юго-восточный южный 5,9, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. В ночь субботы на воскресенье переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 3,8, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. В воскресенье днем сохранится переменная облачность, пойдет дождь. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В ночь на понедельник облачность увеличится, к утру возможен дождь. Ветер юго-западный 4,9, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. В понедельник днем переменная облачность, ожидается дождь. Ветер юго-западный, западный 6,10, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. И поздравив еще раз всех с началом нового учебного года, мы завершаем выпуск новостей Таллина. Но прежде мы хотим сделать очень важное напоминание. И в субботу, и в воскресенье вечером всех ждет насыщенная концертная программа. В утренние часы сцена дана детям. Здесь пройдут специальные представления. Самую вкусную еду предложат кафе и бары, работающие в округе. Вся программа трехдневного фестиваля в честь обновленной улицы Ивана Каламая доступна на страницу управы пыхья Таллина. Обязательно приходите. Для полноценного движения улица будет открыта воскресным вечером. А теперь я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь. Новости Таллина выйдут в эфир в понедельник, чтобы, как всегда, рассказать о событиях начала предстоящей недели. А на сегодня всего вам доброго и до встречи.